Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Это Nothing Phone 2, если я правильно его читаю. Мы тестировали первую версию и он оставил достаточно хорошее впечатление. Вторая версия стала мощнее, в чем-то поинтереснее, а в чем-то даже сделали шаг назад. На самом деле, основная его фишка, я не сразу расскажу, единственное несколько слов перед тем, что это вообще за телефон, чтобы вы понимали, это не какой-то китайский подвал. Это сделала компания, выходец из OnePlus. OnePlus, чтобы вы понимали, это очень крупный производитель телефонов в Китае. Это А-бренд, входит в консервы ББК. Так вот, все время так улыбаюсь, читается, ну, нафиг фон, если по-русски. На самом деле, основная фишка этого телефона, то, что с обратной стороны есть светодиоды. И это классно, они смотрятся, как какой-то киберпанк просто. Они не горят постоянно, они работают как уведомление, настраивается достаточно гибко, как таймер, к примеру, и при зарядке, вот сколько заряда осталось. У нас не работает, но, как я понимаю, в западных странах, например, такси подъезжает, определенная служба такси, и время до приезда такси, ну, мне кажется, как-то это не очень нужно, но хотя бы куда-то придумали, куда реализовать это можно. В целом, фишка интересная, единственный нюанс какой, чтобы всем этим наслаждаться, телефон должен лежать у вас с экраном вниз, но так мало кто делает. В любом случае, я всячески приветствую новых производителей, это прекрасно, что они делают уже второй телефон. Фишка спорная, да, но хотя бы чем-то он здорово выделяется. Сам телефон весит 200 грамм. Это, в принципе, стандартный вес, стандартный размер 6,7 дюйма экрана, и рама у него алюминиевая, а крышка, естественно, стеклянная, это стекло Gorilla Glass. Спереди также экран сам закрыт Gorilla Glass, правда, непонятно, какого поколения в сети информации я не нашел. Что это такое вообще? Это катушка обратной зарядки, быстрой зарядки, ну и обратной в том числе. Это беспроводная зарядка. Все остальные элементы в любом случае скрыты, но смотрится очень свежо, очень интересно и технологично, еще раз повторюсь. Сам телефон по дизайну, рамочки средненькие, бывают и поменьше, но в целом придираться не к чему. Более-менее свежо выглядит, учитывая, что сейчас они практически все одинаковые. Сверху у нас только дополнительный микрофон, кабель USB Type-C, стерео, динамики реализованы на нижнем торце, один динамик, сверху второй, стерео, хорошее, добротно, четко, можно и музыку слушать, и в игры играть, и так далее. Неудобное решение, на мой взгляд, разнесены кнопки, кнопка питания вот здесь, под большой палец правой руки, а кнопки громкости под левой. Ну, придираться не буду, но в основном мне больше по душе, когда они на одной стороне, лично мне. Сам дизайн телефона, назову его обычным, ничего особенного, кроме вот этой фишки с подсветкой, которая гибко настраивается и которую можно вообще отключить. Особенность какая неприятная, телефон собирает активно отпечатки пальцев, нужно периодически его протирать, плюс он очень скользкий. Я вчера решил проверить его производительность, так как здесь Qualcomm Snapdragon 8, Gen 1 с приставкой плюс, это очень важно, я тщательно погонял его в игру PUBG Mobile. При том, так как это флагманский процессор, в принципе, можно с натяжкой назвать его флагманом, этот аппарат, он не нагрелся. При том, я играл на максимально возможных настройках, вот выше уже ничего нет, это любой флагман возьмите, везде так будет. Максимальные настройки, максимальная производительность, отлично, за персонажа побегал, телефон не нагрелся. Троттлинг-тест мы провели, проблемы получились небольшие, где-то две трети он шел, красавчик, просто без падения частоты. Потом упала частота процента на 25-30, это, ребята, не критично. Ребята, здесь 3 ГГц тактовая частота, ну, здесь настолько много мощности, что это ему не мешает. Как игровой телефон может использоваться легко, легко может использоваться. Поэтому нагрева практически нет, он едва теплый даже при нагрузках. Если хотите поиграть или использовать его мощность, вам этого хватит на несколько лет вперед. По экрану тут полный порядок и даже все очень круто по одному параметру. Сам экран LTPO AMOLED, то есть от одного частоты обновления до 120 Гц, это прекрасно. Гцовка, кстати, работает на ура просто, благодаря процессору. Очень плавный, очень быстрый телефон, одно удовольствие тактильное. Плюс тактильная отдача, вибрация, вот это настоящий флагман. Им приятно пользоваться. И вот берешь телефон-середнячок, там сразу хочется выключить вот эту тактильную отдачу. Здесь же все это работает точно так же, как и на других флагманских устройствах. Все прекрасно, очень хорошо. Очень приятный интерфейс, очень удобный телефон, при том на чистом андроиде, без каких-то либо настроек. Шрифты они поработали, сделали шрифты в стиле видеокомпьютерных игр 80-х, 90-х. Такие вот, само слово приложение написано, интересно. В целом молодцы. Так вот, экран прекрасный, 120 Гц, частота обновления. И фишка, 1600 нит, запас по яркости, ребята, это экран просто раскаленный. Это если вы живете в климате, где много солнца, берите такой или другой телефон, у кого больше 1500 нит. Яркость пиковая, это просто космос. Запас по яркости очень высокий, при том, что важно, он корректно работает, корректно работает автояркость. Все хорошо, когда надо меньше, когда нужно больше. Один из самых ярких экранов, таких очень мало. 90% не обладает такой высокой яркостью даже флагманов. Этот исключение. Молодцы. Есть Always On Display, если вам это важно. Ну и поговорим о процессоре. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. В принципе, я уже много рассказал еще раз итоги. Процессор мощный. Телефон ракета просто. Четкий. Не греется, не тупит. Иногда частоту сбрасывает, но тут во благо. Благодаря этому телефон не греется. Как игровой телефон, 100% подойдет. Ну и камеры. Осталось рассказать и автономность. По камерам тут все просто. Две 50-мегапиксельные камеры. Одна основная, вторая широкоугольная. На основной камере оптическая стабилизация. Фотографии, если мы говорим про основную камеру, обычные. Ничего особенного. Ну, хотелось бы лучше, учитывая, что это дорогой аппарат. Широкоугольная несколько хуже, но в целом тоже ничего. Цветопередача у них разная, контрастность чуть разная. Но и основная, и широкоугольная снимают сносно. Ладно, хорошо снимают. Но, почему я сказал сносно, некоторые фотографии просто я запорол. Я фотографировал здесь, в Москве, просто небо, людей, дорогу. И у меня несколько фотографий получились плохими. Так быть не должно. Но, вот, к сожалению, случилось. Зато всячески могу похвалить фронтальную камеру. Она здесь одна, больше ей не нужно. Она 32 мегапикселя, больше ей не нужно. Получается очень хорошая фотография. Очень хороший эффект боке. По видео, сразу скажу, козырь этого телефона, это высочайшее качество именно фронталки. Если честно, я бы предпочел, чтобы эту фронталку поменяли местами с какой-нибудь основной камерой. Почему? Потому что видео Full HD 60 FPS пишет на фронталку настолько хорошо, что думаешь, ну почему такого качества Full HD не получаешь с основной камеры. Full HD 60 FPS, это фронтальная, как вы понимаете. Фронталка эталонная. Реально, пусть только Full HD, но качество потрясающее. А с основной камерой, если мы говорим о 4K 60 FPS, в принципе, очень неплохо. Очень неплохо. Широкоугольная тоже может писать 4K 60 FPS, но в несколько хуже, но несколько похуже качество. 4K 60 FPS, переключиться на широкоугольную в таком режиме нельзя, только так. Основная камера, естественно. Это широкоугольная, 4K 30 FPS, зато широкий угол. Тоже неплохо. Не 60, но тоже ничего. Хорошо. Хорошо. Видео, Full HD 60 FPS. Можно на ширик переключиться, это широкоугольная. Снова основная. Ширик. Основная. Основная проблема этого телефона, это все-таки рывочки. Стабилизация не столь хорошо работает при 4K 60 FPS, но зато качество картинки на довольно неплохом уровне. Есть лучше, но в целом ничего. А вот если мы говорим о Full HD, неважно, 30 или 60 FPS, то тут качество похуже. И на основную, и на широкоугольную камеру, поэтому рекомендую видео записывать в 4K. Но есть нюансы, о которых я вам рассказал. Напоследок рассказываю о батарейке 4700 мАч, зарядка 45 Вт, в комплекте НИОт вообще никакая, зарядку нужно докупить отдельно. Кабель идет USB Type-C и скрепка для открытия лоточка. Поддерживает, естественно, беспроводную зарядку 15 Вт, от проводной, кстати, заряжается чуть меньше, чем за час, при 4700 батарейке. И поддерживает обратную зарядку 5 Вт. В принципе, нормальный на борту. Подводя итоги, могу сказать, что телефон не блистает какими-то суперспособностями, супервозможностями, кроме вот этой задней крышки. Она крутая. Тактильно приятный, быстрый, четкий, хороший. Автономность, ну, с утра часов до 8 точно доживет, даже при средних нагрузках. Чудес не будет. Процессор жрет много энергии, вы должны это понимать. Это все Qualcomm Snapdragon флагманы, они не долгожители. Но в любом случае, активный световой день точно его хватает. Но чудес нет. Кроме задней спинки, вот этих светодиодов, которые прикольно, но я не уверен, если бы я купил такой телефон, стал бы я ими пользоваться постоянно. Да, это круто, это удивить друзей самому, но держать постоянно телефон экраном вниз как-то не айс, по крайней мере для меня. Напоследок, если кто-то пользуется таким телефоном, первая версия или вторая, не важно, опишите, вот эта фишка, она у вас работает, вы ее используете или отключаете нафиг. На этом сегодня все. Сколько стоит телефон, примеры, фото и видео под видео на YouTube или на Zen. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением, Давид Арстайл. Счастливо, друзья!